Федеральному собранию Российской Федерации президент обратится 29 февраля. Большую часть сургутян уже пригласили принять участие в голосовании за президента. Члены участковых избирательных комиссий в рамках проекта «Информуик» обошли уже 86% жителей крупнейшего муниципалитета региона. Всего в городе около 137 тысяч домовладений. Во время обхода члены участковых избирательных комиссий рассказывают югорчанам о днях голосования, которые пройдут с 15 по 17 марта, способах сделать выбор в местах и возможностях для разных групп населения. В случае, если избирателю необходима помощь, обходчики фиксируют запрос и помогают избирателю выбрать комфортный для него вариант голосования. Члены УИК отмечают, обойти удалось уже многих. Почти все им рады и задают большое количество вопросов. Достучаться удается, как правило, до всех, кто находится дома. Чтобы охватить как можно больше количества людей, обходчики посещают сургутян вечерами и даже в праздничные дни. Проект «Информуик» продлится до 7 марта. Встречают нас доброжелательно. В основном позиция очень активная у жильцов нашего участка. И, конечно же, мы надеемся, что еще такая продуктивная работа даст свои результаты во время явки трехдневных выборов, которые нам предстоит все вместе с нашей большой страной пережить. Мы все имеем право выбора. И почему бы не пойти, не отдать свой голос за того кандидата, которого хотите вы именно видеть во главе нашей страны. Говорим о том, кто у нас сейчас во главе и вообще зачем нужен президент. Им интересно. Они не все понимают, конечно. То есть школьники уже да, а дошкольники пока не очень. Мост через Обь в Сургуте строят с опережением графика. О важном инфраструктурном объекте рассказала губернатор Югры Наталья Комарова во время ежегодной пресс-конференции. Глава региона отметила, что на стройплощадке работает 750 человек и 200 единиц техники ежедневно. 8 из 16 опор уже готовы. Половина мостовых переходов по другим мостам, которые входят в состав этого, готовы больше, чем на 80%. В этом году подготовят 43 километра от дорожного полотна. Земляные работы уже выполнены. Губернатор подчеркнула, что мост станет частью важных федеральных транспортных коридоров. Проект, который поддержал президент, как вы справедливо отметили, не просто потому, что это большое сооружение, да, красивое, мощное, но имеет федеральную нагрузку, колоссальную федеральную нагрузку. Ну, первое и главное, сокращается дорога, юг-север, север-юг, и, соответственно, издержки на перевозку груза, в том числе энергоресурсов, порт Сабета. Второе – обход города Сургута. Большая пресс-конференция Натальи Комаровой длилась около трех часов. В ней приняли участие больше ста представителей СМИ и блогеров. За почти три часа общения им удалось задать без малого полсотни вопросов. Смотрите пресс-конференцию сегодня на телеканале Югра сразу после 13-часового выпуска новостей. Югра сравняла счет в Сирии с Тамбовом. Накануне подопечные Вадима и Панчинцева добыли победу во втором выездном матче. Но начался он вновь под диктовку хозяев льда. Уже на восьмой минуте тамбовчане открыли счет в матче. Но и угорчане усилиями Максима Кицына еще до перерыва сравняли счет. На первой минуте второго периода команда обменялись заброшенными шайбами. А в середине игрового отрезка югорчане вышли вперед благодаря точному броску Артема Железкова. Тамбов бросил все силы в атаку, но результата это не принесло. За две минуты до финальной сирены хозяева льда сняли вратаря, за что и поплатились. Егор Черников поразил пустые ворота и установил окончательный счет в матче 4-2. Благодаря этой победе Югра сравняла счет в серии 2-2. В следующий матч команды сыграют 1 марта в Ханты-Мансийске, а затем еще раз поедут в Тамбов. Напомню, что серия продолжается до тех пор, пока одна из команд не одержит 4 победы. Хозяйка горы принесла команде Урфо серебро артмастер с регионом. В Москве подвели итоги киночемпионата. В конкурсном отборе приняли участие более 2,5 тысяч молодых специалистов в области кино. Продюсеры, сценаристы, операторы, режиссеры монтажа и звука, медиакомпозиторы. Самые талантливые разбились на 8 команд федеральных округов, чтобы всего за несколько недель создать свои короткометражки. К слову, в этом им помогали региональные компании, в их числе и окружная телерадиокомпания Югра. Сборная Уральского федерального округа экранизировала мистическую драму «Хозяйка горы». На финальном показе наша команда получила высокую оценку экспертов и заняла второе место в командном зачете. А оператор Евгений Доросинский стал лучшим еще в своей компетенции в личном зачете. Теперь призеры чемпионата смогут пройти стажировки в кинокомпаниях, а главное, примут участие в создании полнометражного фильма с бюджетом до 100 миллионов рублей. Минажницы, декоративные доски, значки, шкатулки, фантазию можно не ограничивать в умелых руках. Мастера дерево примет любую причудливую форму, особенно если в распоряжении мастера современной технологии. Лазерные и фрезерные станки. На одном выпиливается форма, другой наносит рисунок. Работать с такой техникой под силу даже ребенку. Главное – освоить программу и технику безопасности. Этому и планируют учить ребят от 8 лет в этно-студии «ЮХ», которая открылась в Кагалыме в Доме дружбы. Проект реализуется на средства гранта губернатора, потому занятия в студии будут бесплатными. В мастерской ради не только детям старше 8 лет, но и взрослым. Ремесло с использованием современных технологий. То есть резьба по дереву, когда-то была стамесочная, потом были станки фрезерные обычные, а сейчас появились станки с ЧПУ, в которых задается программа, и она изготавливает определенный эскиз. Но все равно вы работаете с материалом руками. Выбираете материал дерева, фанеру, вы готовите заготовку. Хантумантийцы поборются за звание талантливого пекаря. В окружном центре в рамках фестиваля «Праздник хлеба» выберут самый красивый каравай. Цель конкурса – возрождение и сохранение лучших традиций праздничной народной культуры России. Известно, что ни в одной стране мира хлеб не имел такого значения, как на Руси. Издевно путешественники, приезжавшие в нашу страну, замечали, как богато выглядит русский стол, украшенный выпечкой и хлебом. Пишут на сайте администрации Ханты-Мансийска. Местных кулинаров приглашают выйти за рамки домашней кухни, представив свои творения в номинации «Каравай от частного лица». Изделие должно иметь диаметр не более 50 сантиметров и вес до 5 килограммов. Ему нужно придумать названия, отражающие внешний вид и художественный дизайн. Кафе, рестораны, кондитерские и пекарни могут посоревноваться в своей номинации. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 марта в городском управлении потребительского рынка и защиты прав потребителей. Ханты-Мансийцы смогут оценить «Каравай» 16 марта в «Югра-экспо». 20 социальных объектов построят в «Югре» в 2024 году. Об их строительстве рассказала Наталья Комарова журналистам на ежегодной пресс-конференции. В прошлом году введен в эксплуатацию 21 объект, в том числе 4 общие образовательные школы на 2500 учащихся, включая школы с размещением групп детского сада. 13 фельдшерско-акушерских пунктов, а также новый центр лыжного спорта в Нижневартовске. В этом году будут построены 4 объекта в сфере здравоохранения, 8 в образовании, 2 в культуре и 6 в спорте. Самым мощным из объектов образования станет средняя школа в микрорайоне РТЖ-2 «Ханты-Мансийска». Как уточняет окружной департамент спорта, в Сургуте построят три спортивных комплекса, один из которых с искусственным льдом. Песни из репертуара «Медвежьих игрищу» знают Японии. На японский язык переведены тексты сборников «Песни реки Казым» и «Земля кошачьего локотка номер 5». Их автор – этнограф и кандидат исторических наук Тимофей Молданов. Как сообщает департамент культуры игры, научные комментарии и перевод сделал Хироси Хасина, профессор университета Кюсю. Между учеными давно сложились деловые отношения, которые переросли в дружбу. Хироси Хасина – знаток традиционной культуры народа Айны, проживающего на острове Хоккайдо, Курильских островах и на Камчатке. Как и обские угры, Айны особым почетом окружают медведя. Для них хозяин Урмана, член семьи и родоначальник. Студенты НВГУ вернулись из Ростова-на-Дону. Они помогали раненым бойцам, врачам и медперсоналу в военных госпиталях. Ротация длилась две недели. В работу студенты втянулись быстро с утра и до позднего вечера, оказывали помощь и ухаживали за солдатами, делали перевязки и перевозили по госпиталю при необходимости. Девушки поделились, что за это время научились больше ценить себя и свою жизнь. Они также собираются снова поехать помогать нашим бойцам. Отмечу, на данный момент в миссии ГУМ-корпуса Югры находятся еще четыре студента НВГУ.